Добрый день, дамы и господа. Я хорошо помню, как подпольно ходили слухи о том, что где-то в Балтике есть ранение химического оружия. Это говорили рыбаки. В конце 60-х, в начале 70-х годов было несколько случаев, когда рыбаки пострадали, случайно заправив химические боеприпасы. Но тогда об этом не было принято говорить вслух. В 1991 году появилась в английском журнале статья генерала-майора Сурикова Бориса Трофимовича, который впервые открыто рассказал об операции по уничтожению запасов химического оружия в Тождестве Германии. Сразу после этого практически российским правительствам была дана команда рассекретить все материалы, которые имеются в архивах Министерства обороны Советского Союза. И было рассекретено 22 документа, проливших свет на то, что происходило с 45-го по 47-й год в Акватории Балтики и в Провиловской Геракии Катега. Выяснилось, что в 45-м году, после окончания войны, было принято решение союзниками об уничтожении вот этих запасов химического оружия в объеме 302 875 тонн. Каждая страна хоранивала то оружие, которое оказалось в ее зоне оккупации. Моголе и Советского Союза пришлось 35 тысяч тонн, или порядка 12%, и 88% затопили англичане и американцы. Решением было топить это оружие непосредственно с кораблями на больших глубинах в Атлантике. В силу того, что выбирались старые изношенные корабли, которые были не в состоянии сами дойти до точек захоронения, и сроки поджимали, поскольку была ограничена, была установлена верхняя граница захоронения 31 декабря 47-го года. Поэтому было принято решение топить эти корабли на тех местах, где глубина превышается в 100 метров, на выходе в Атлантику, в проюрках, я сказал, Категатской герах и в самом Балтийском море. В результате была проведена операция, которая была завершена 30 декабря 47-го года. Успешно были затоплены, по разным данным, от 42 до 65 судов, наполнены химическими боеприпасами. И россыпью было сброшено 35 тысяч тонн, которые выполнил Советский Союз. Вначале 5 тысяч тонн было затоплено 70 миллев юго-западнее для Ефаи. И когда стало ясно, что сроки не укладываются в Советские моряки, по согласованию с союзниками было принято решение оставшиеся 30 тысяч тонн затоплено в районе Датского острова Барн-Поль, что и было выполнено. На тот момент казалось, что это оптимальный вариант уничтожения химического оружия, потому что считалось, что при таком большом объеме воды, даже в случае протечек, которые неизбежно должны наступить в силу и естественных причин, вода будет размывать, перемешивать и нейтрализовывать вот эти отравляющие вещества. Но уже в 1948 году Шарлотта Олвербах, генетик немецкого произведения, работающие в тот момент в Англии, выяснилось, что даже ничтожное количество практически любой отравляющих веществ являются сильными мутогенами. То есть вызывают применение генетического кода мутации в живых органах. Еще позднее, в 60-е годы, стало ясно, что химические вещества являются и канцерогенами. К сожалению, по настоящий момент не выявлено предельно допустимых концентраций с точки зрения мутогенеза или с точки зрения канцерогенной опасности. Поэтому даже ничтожное количество отравляющих веществ, попавшие в организм человека, животных, могут выводить взбой генетического кода и мутации через 3-4 поколения. Это было установлено как зарубежными генетиками, так и большая работа была проделана Советским институтом генетики Академии Малки СССР, которая полностью подтвердила эти данные. Стало ясно, что на дне Балтийского моря практически находится бомбу с часовым механизмом и срок ее срабатывания определяется от природы. Но в морской воде соленой, той, которая в Балтийском море, она несколькая менее соленой, чем мировой тянт, скорость коррозии составляет примерно 0,08 мм в год. Сталинка оболочек боеприпасов. И таким образом ясно, что эти процессы рано или поздно приведут к тому, что отравляющие вещества в количестве более 66 тысяч тонн попадут в акваторию Балтики, в пролив и идут вынесены течениями Северного моря. Кстати сказать, в Северном море после войны и Великобритания затопила и официально признала это в 22 точках порядка 120 тысяч тонн своих устаревших химических боеприпасов. В 1992 году мне было дано поручение президентам России, как председателю комитета подводных работ особого назначения предприятий Российской Федерации, провести исследования и определить ступи нейтрализации новичной массы регионов обороны. Были собраны все свидетельские показания, проверены все архивы и выяснилось, что 14 типов отравляющих веществ, начиная от ибрита, наиболее распространенного на тот момент, от ларина, замана, синильной кислоты и многих других типов отравляющих веществ были снаряжены вот эти боеприпасы и которые нашли свое место на дне в районах порта Лесеки. Это примерно 20 миллер от наиболее крупного рюмного порта Европы. В районе города Орендаль, это северная часть Проливовской Агеракхи и, как я уже упоминал, непосредственно Балтийское море у острова Мархольм. По свидетельским показаниям, у Мархольма было затоплено 6 судов, напиток химическим оружием. Наша экспедиция, которая первая была, наверное, в 1996-1997 годах, она показала, что действительно в этих районах есть натонувшие корабли и были зафиксированы следы выхода отравляющих веществ. В этом нам помогло руководство Швеции, которое любезно предоставило свои материалы, которые они наработали к этому моменту и которыми располагали в 1993-1994 году. Нам были переданы координаты, то есть захоронения, поэтому экспедиция Российской Академии наук на борту научно-сельского судна профессора Штопман довольно быстро обнаружила останки. Примерно 7 судов. Через еще год было уже 17 судов обнаружено. В 2000 году эта цифра увеличилась до 27. Это все имеется в виду неосцептическое захоронение. Но самое страшное было то, что мы в воде и в грунте обнаружили целый набор отравляющих веществ. В некоторых местах концентрация мушейка восходила фоновые значения от 60 до 200 градусов. А в воде химические отравляющие вещества фиксировались в глубине 40 метров и до самого грунта будет до 250 метров. Течение, которое под дно заносят тяжелые колонны и воды северного моря в Балтику, идет как раз под дно Паралиловской герак. И вот эта вся грязь, которая вымывается из прорыващих этой припасов, она выросла в поле. Нашими океанологами было также установлено, что раз в 3-4 года происходит затоп, большой затоп воды, который примерно в 3 раза превышает обычную среднегодовую затопу холодной воды в Балтии год. Эта вода, как нож бульдозера, счищает все, что накопилось с темного времени на дне в прорыв, выбрасывает Балтийское море, дальше совершается циркуляция этой воды по Балтике и уже по поверхности эту воду троится обратно в Северный море. Таким образом, нет тех стран, которые могли бы оказаться непричастными в случае происхождения залпового выброса отравляющих ущерб. Почему я говорю залпового? Потому что боеприпасы, которые захоронены в кораблях и лежат друг на друге по Валту, они ржавеют и рано или костно. Продолжение следует... 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 Часть, конечно, из них уже прожарила, затонула, может быть, не представляет опасности, но небольшое количество еще может достать неприемности. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Денгиз Николаевич, если можно, коротенько обрисуйте ситуацию на Братвийском море в связи с хранением химического оружия и в связи с строительством Nord Stream 1 и готовящимся к строительству Nord Stream 2. Надо сказать, что мы заранее, когда только проект Nord Stream был опубликован, мы выступили с опасениями по этому поводу, потому что масштабные строительные работы, прокладка нескольких нит, газопроводов, они, разумеется, представляют опасность в первую очередь для тех, кто проводит эти работы. И дальше уже для экологии прилива. Вы знаете, на удивление, но наши опасения, которые вначале начисто отвергались, в конечном итоге были все-таки признаны обоснованными и был. На самом интересном месте и был. Подожди, пока сейчас связь восстановлю. После слова... После слова и был. Значит, я как сказал, были приняты наши опасения о внимании и несколько сокорректирована трасса прокладки трубопроводов. Они были проведены чуть севернее и в некоторой степени опасность была снята. Но, тем не менее, когда начали прокладку трубопроводов и мы снова обратили внимание руководству стран, занимающихся прокладкой трубопровода, на опасность, которая притаилась на дне. Было сообщено, что проведены исследования, которые показали, было найдено порядка 30-35 единиц боеприпасов по всей трассе длиной 1200 километров. И вопрос решен. Самое интересное, что эти работы были проведены в зимние месяцы, то есть в период штормов, приблизительно за две недели официальных работ. Но я как варяг могу сказать, что это абсолютно не выдерживает критики. И, скорее всего, это было сделано просто для того, чтобы успокоить общественное мнение. Прокладка, ну, да, было сообщено, что проверен коридор шириной, значит, тысячи метров справа-влево от трассы, то есть 2 километра, ну, перемножьте на 1200 с лишним километров длины этого газопровода, получится, что 2400 квадратных километров с лишним были обследованы за две недели штормовой палочки. Значит, ну, качество таких работ вы можете представить себе сами. При прокладке последующих линий, значит, вот этих газопроводов, опасность никуда не делась, она сохраняется, и, конечно, надо тщательнейшим образом проверить, значит, всю трассу. В прошлый раз повезло. Не факт, что повезет и наследствуется. Еще раз. Считаете ли вы, что захоронения в этих затопленных судах могут стать объектом террористов, и они могут вызвать при помощи взрыва залповый выброс? Ну, он уже сказал это в своей речи. Это вероться. Верность. Верность. Спасибо. Да, я вас слушаю. Вы расслышали вопрос, да? Вопрос я расслышал и начал даже отвечать, но не знаю, слышали ли вы. Нет, мы не слышали. Значит, тогда повторюсь, с вашего позволения. Такая опасность более чем вероятна, потому что, к большому сожалению, террористические организации располагают достаточно серьезными средствами, как финансовыми, так и техническими, и исключить вероятность того, что будет попытка подрыва такого судна и спровоцировать экономические проблемы всему региону, значит, и экологические. Я думаю, что это вполне реальный вариант. Более того, есть опасность просто химического шантажа, потому что, если будет объявлено, как сейчас принято брать на себя ответственность в террористических организациях, любая из них, если заявить, что, допустим, вы заминировали одно, два, три судна, которые лежат на грунте с химоружием на бордо, и можем их подорвать в случае невыполнения каких-то требований, то проверить правдивость этой информации практически невозможно. Здесь остается только полагаться на то, что они, значит, выдают пожелаемое за действительное и надеются на лучшее. То есть, пока не будет проведен комплекс мер по, значит, нейтрализации данных боеприпасов, ни о какой безопасности, в том числе или в первую очередь даже террористической, и говорить нельзя. Спасибо. У меня вопрос. В 2000-е годы шведские королевские военно-морские силы и шведская береговая охрана совместно с другими странами Балтийского региона составили, так называемый, Baltic Audience Pilot, список, книга, в которой появилось, учитывая всех боеприпасов, старых мин и включительно тоже химического оружия. Вы контактировались по этому поводу или есть у вас связи с ними? Вы знаете, раньше мы контактировали, вот, к сожалению, после 2000-го года такие связи были периодически только, но мы очень признательны им, потому что они еще в 92-м году, в 93-м, простите, году первые материалы нам стали передавать. Вот, соответственно, мы тоже делились честно всей информацией, которую располагали сами. И благодаря тому, что мы имели предварительную информацию от Швеции, у нас получился серьезный выигрыш по времени и не менее серьезный выигрыш, значит, финансовый. К большому сожалению, значит, ни англичане, ни американцы свои секретные архивы не подняли, не открыли. И мы до сих пор не знаем неточного количества судов, закопленных с этим химическим оружием. Мы до сих пор точно не знаем места их захоронений. То, что мы нашли, что-то пришлось потратить очень серьезные, значит, ресурсы для того, чтобы выйти на вот эти 30 там с лишним судов, которые уже обнаружены, и их обломков. Вот, но... Субтитры создавал DimaTorzok Да, извините, тут связь такая, что я не знаю, на чем, так сказать, я остановился для вас. 30 мест. 32 судов, совершенно верно. Поэтому, значит, необходимо, чтобы общественность обязала руководство Великобритании и США раскрыть свои секретные активы, и чтобы мы точно знали хотя бы, где искать. Вот Швеция, значит, нашла порядка 18 судов в районе Ориндаря. Это глубоководный район, и представляет наименьшую на данный момент опасность. Там глубина около 600 метров. Но вот 18 судов, значит, которые там лежат, они, тем не менее, тоже опасны. Но не так, как те, которые лежат на острове Бархольма. Поэтому точная информация. Кстати, в Бархольме мы нашли только 4 судна. Еще 2 по сей день не найдены. И точные координаты, конечно, бы очень сильно облегчили задачу тем, кто будет решать ее. Спасибо. Спасибо большое за презентацию, за интересную информацию. Можно только спросить о бюджете, который нам нужно для этого проекта. Вопросы о бюджете. Вы приблизительно представляете, в какую сумму может вылиться вся нейтрализация, вся эта угроза? Да, мы прикидывали эти величины. Значит, расчеты, которые были, ну, это было лет 6 назад примерно, от 3 до 5 миллиардов, значит, евро. Но потери для стран региона в случае, если произойдет залповый выброс, который приведет к сворачиванию практически, значит, рыболовства в регионе, который приведет к сворачиванию туризма и прочей индустрии развлечений может составить 12-15 миллиардов евро за первые, там, 3-4 месяца буквально. И на протяжении, значит, многих лет. Поскольку полный водообмен воды в Балтийском море 27 лет занимает, до 30 лет. А считается, что район очистился после 9-кратного смены. То есть представьте себе, что почти... Через 270 лет можно будет купаться в Балтийском море. А какие его контакты? Как их с ним связь? Значит, по скайпу-то? Для вас мы сделаем исключение. У вас свяжем. Бог с нами. Бог нас. На Бога надейся, сам не прошу. Бог поможет, если сам. Спасибо большое за информацию. Будем надеяться на лучшее. Всего самого доброго, успехов вашему форуму. Спасибо большое, Тангвист Николаевич. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Да, Тангвист Николаевич, в обе искусстве, взял парус. У нас есть еще одна презентация, что началось в 1.300 в 1.00. Но, перед кофе-грейтой, может быть, мы можем спросить Гедриус чтобы сделать презентацию сейчас. Да. В это время. В это время, перед кофе-грейтой. Because we have time, we have 45 minutes to the coffee. Make a small change. До кофе. До кофе. Сейчас. Нет места. Нет. Мы вместе. Вам уступить место надо. Буду благодарен. Для вас. Господин Герой. Спасибо. Пошли, садимся. Дамы и господа, я хотел бы несколько слов представить. , наконец-то, подкоп.